Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Total War Attila. Сегодня я бы хотел поговорить о том, какие постройки правильно в Атиле строить, какая должна быть стратегия построек. Наверное, этот ролик будет больше интересен любителям Рима 2, которые до сих пор не прорубил Атилу. Ну и, наверное, также он будет интересен всем, кто играл в Атилу, но до конца так и не смог ее постичь. Несмотря на то, что ролик будет посвящен в основном постройкам, начну я не с построек, а начну я с юнитов. Юнитов можно посмотреть в пользовательском сражении, выбираете фракцию, смотрите, какие прекрасные юниты у нас есть. Сначала вам нужно определиться, чем вы будете играть. В Total War Attila самую важную роль, конечно же, играет конница. Почему? Потому что у конницы больше здоровья, у них есть очень мощный чарж, у них совсем не слабый ближний бой, у конницы ближнего боя я имею в виду, конечно. Ну, у ударной конницы тоже очень много здоровья, очень много здоровья. И натиск просто бешеный, может сносить любую пехоту по тылам, да даже и в лоб некоторую пехоту сносит. Поэтому конница это то, что вообще делает игру. В принципе, у любой фракции, начиная с гунов и заканчивая какими-нибудь римлянами, конница все равно рулит в Atila. Поэтому выбирайте правильный отряд. Ну, я бы, конечно, в первую очередь смотрел на конину, если она есть. Ну, например, вот скандинавские конные ярлы, да? Или нет, давайте скандинавский конный отряд, он попроще, он не такой, он первого уровня всего. Это будет такая рабочая лошадка, да? Хоть это и тавтология большей части компаний за саксов. Ну, я почему саксов взял? Потому что у меня за саксов нету прохождения, я просто на примере фракции, которую никогда не играл, хочу рассмотреть, как я рассуждаю. У них ближний бой 42, очень неплохой показатель. Урон 32, такой средненький, здоровье дохрена, броня 38, очень неплохо. Ну, и, в принципе, неплохая такая конинка. Для того, чтобы определиться, как построить этот тонкий конный отряд, я рекомендую сайт Honganet. Вот здесь вот, посмотрите, вводите Honganet, дальше выберите Атилу, выберите фракцию, поставите русский язык себе и вперед. Листаете до штурмовой конницы, выбираете этот... Где он? Саксовский конный отряд. Это же он, правильно? Да, саксовский конный отряд. И листаете вот сюда вниз, смотрите, что для него надо. Это всего лишь пастбище, господи. То есть, это самый такой простой юнит, который, в принципе, вам всю игру может сделать. Поэтому вам нужно как можно раньше получить армию, там, где будет большинство армий, составлять вот эти вот ребята. Я так считаю, это самая-самая оптимальная вообще игра. Ну, и заодно научитесь ими управлять. Все, дальше можно ради интереса посмотреть, что у нас еще тут есть такого прикольного. Ну, там, если вы любите играть в таком римском стиле, можно посмотреть, что там за элитные скандинавские копейщики. Но я что-то подозреваю, что они еще очень нескоро появятся. Но все остальные копья, они, в принципе, одинаковые, что германские, что скандинавские, там, наплевать вообще. Ну, вот Кику можно посмотреть, но я и так знаю, где она появляется, это в кузнице. Скандинавских воинов тоже. Ближний бой 48, броня 40. Ну, так, тоже неплохие ребята, наверное. Вот избранные воины очень хорошие ребята. Рекомендую тоже на них внимание обратить. Броня 53, ближний бой 62. Смотрите, какие ребята, избранные воины. Давайте-ка глянем еще раз на войска. Где они у меня, эти избранные воины? Вот они, да. Избранным воинам что надо? О, жилищего начальника. Короче, там вообще полностью вся ветка технологий, которые идут в главном поселении. Сейчас мы это все дело посмотрим. Давай-ка я, раз уж вы определились с юнитами, тут дальше смотрим, где у нас эти варвары несчастные. Варварские царства с Саксой, да, прям посередине. Можно, кстати, глянуть, что скорость перестройки у них высокая. Это значит, что можно достаточно быстро осваивать земли римские всякие. Итак, еще раз тезис, который я хочу, чтобы вы поняли и зарубили себе на носу. Это игра про войну, поэтому здесь самое главное это войска. Вы должны сначала определиться, какими войсками вы будете играть и идти к этим войскам максимально быстро. Все остальное это вторично. Ну, там тоже, конечно, есть свои приоритеты. Итак, вот здесь у меня есть хозяйство. У меня единственный город Тулифурд, поэтому я сразу ставлю пастбище. И вот я смотрю, видите, пастбище. Вот сюда, смотрите. Конные скандинавские разбойники и саксонский конный отряд. То, что доктор прописал. То есть это, каламбур, можно такое сказать, эти лошадки будут вашими рабочими лошадками на большую часть компании. Какая у нас тут есть армия? Ну, армия говно. То есть такими армиями вы много не навоюете. Вам навстречу выйдут точно такие же армии. Если у вас контроль не сильно высокий, будете размениваться там один в один. А если в тыл вам кто-то ударит, вам капец. Поэтому тут нужно побеждать, конечно, с запасом. И не затягивать игру за черное сколько времени. Когда я играл за Аланов и вынес всю карту к 425 году, плейлист наличия. То там я именно тащил кониной. И рекомендую вам за любых варваров играть именно от коней. Да не только за варваров. И восточные царства тоже, в принципе, от коней играются. Далее. Когда вы определились, какие вы будете делать армии, надо определиться, что вам еще нужно. Кстати говоря, вот эта вот штуковина, центр городка. Вот вы нажимаете на ячейку правой кнопкой. И у вас доступно для ячейки. Вот все-все-все-все, что у вас доступно для ячейки, это вот оно здесь. Далее вам показывают доступно для фракции. Это касается только других ячеек. В малых поселениях. Либо если вы смотрите малое поселение, то в больших поселениях. И наоборот. Короче, правой кнопкой нажимаете на ячейку. И вот эти городские и общественные земли. Здесь я рекомендую идти сначала по левой ветке. Почему? Потому что эта правая ветка, она, конечно, и дается глядатаев и всякие там деньги, и погасство от того, от всего. Но опять же, вот эти основные постройки, они дают достаточно много юнитов. Здесь у вас есть и порядок, и немножко денежков. Здесь у вас еще и добавляется скорость исследования. Здесь у вас добавляется гораздо больше порядка. И у многих фракций в медовом зале у вас появляются уникальные юниты. Например, у аланов там появляется уникальная конница. Надо смотреть на это дело. То есть вот эта вот ветка, она в первую очередь должна привлечь ваше внимание. Ну и чертоговые начальники вот это все дело, оно тоже дублирует тех же юнитов. Во всех этих постройках примерно одинаковые юниты, обратите внимание. Там чуть-чуть отличаются иногда. Погода они не делают, поверьте мне. Погода они совсем не делают, поэтому выбирать нужно между технологиями и порядком. Вот между вот этими двумя. Почему я не рассматриваю в главном поселении вот эту ветку? Потому что, во-первых, для того, чтобы построить самую-самую последнюю замоковая начальника, которая дает максимально число воителей, там честный порядок всем-всем-всем, вот сюда вот нажимаете и смотрите, это самая последняя технология практически везде. Поэтому рассматривать всерьез вот эту ветку, вот эту вот ветку, я бы не стал. То есть лучше сосредоточиться на вот этих ребятах. А вот эта штуковина, она вполне себе дублируется в малых поселениях. Смотрите, доступно для фракции, смотрим. Гражданская власть, это такая же ветка, как и здесь. Гражданская власть. Городские общественные земли, это то же самое, ровно. А вот общественные земли, городок, это именно в малых поселениях. Нажимаем сюда, и вот вы увидите, что на третьем уровне тот же самый чертог вождя. То есть можно также нанимать агентов-воителей. Поэтому, еще раз говорю, вот эта штуковина, чертог военачальника она называется, там чертог вождя, в принципе, то же самое. Там одинаковые практически показатели. Нет смысла это все дело ставить, пока у вас нет высокой технологии. И поэтому во всех столичных поселениях я рекомендую выбирать между этим и этим. Что выбирать конкретно, решать вам. Потому что, если вам сильно нужно много технологий, то вы, конечно, лучше идите вот сюда. Ну, будет тяжелее, потому что порядка будет гораздо меньше у вас. Если вам технологии не сильно нужны, тогда выбор ваш однозначно таверна и медовый зал. В большинстве случаев вам таверна и медовый зал нужны. Вот просто в большинстве случаев. Я, например, когда играл за Остготов, я выбираю большой зал и зал старейшин, потому что мне там нужно много технологий. Но когда я играл за Аланов, мне вот эти ветки военные вообще были не нужны. Я изобрел только вот это и дальше шел чисто по гражданской власти. Может быть, наоборот иногда, кстати. У некоторых фракций, особенно восточных, по-моему, там все самое интересное, наоборот, в армии. А здесь гражданская там чуть-чуть, буквально. Поэтому тут уже выбирать вам, но вот эта ветка, она обязательно должна пристальное ваше внимание привлечь. Далее. Самое главное, что должно быть must have в главных постройках, это амбары всякие разные. Они у разных фракций разные, конечно. Почему? Потому что это санитария, это пища. У варварских фракций такая только есть постройка санитария, пища у римских. Я покажу позже, какие. И что еще в главных поселениях может быть? Это еще одна постройка общественной городской земли, но это уже попозже. В самом начале это не важно. Здесь тоже выбор ваш должен зависеть от ресурсов. Если у вас есть золото, то это самоцветы однозначно. Если у вас золота нет, то тогда вы смотрите по пище. Если у вас пищи хватает, то ставите дом арботорговца. Если пищи мало, то идете в торговый склад. Все очень просто. Смотрите, именно выбираете по показателю пищи. Дальше. Есть у вас еще такой показатель, как плодородие. Это уже касается малых этих самых земель. Я расскажу чуть позже. Чуть позже есть еще показатели ресурсов. Здесь, например, меха. Поэтому, наверное, уникальные постройки по ресурсам тоже неплохо было бы поставить. Но это не только в больших поселениях, но и в малых тоже. Сейчас я загружу какую-нибудь другую фракцию. Так, я загрузил сейф. Кстати, моего недавнего спасения компании. Здесь можно посмотреть гораздо больше всяких разных постройщик. Например, вот в Мавритании есть порт. Это рыбацкая верфь. Почему здесь стоит рыбацкая верфь? Она дает дофига еды. То есть всегда нужно смотреть, какой у вас показатель еды. В отличие от Второго Рима, в Атиле очень важно, чтобы в каждой провинции, в отдельной, например, провинции Мавритании, которая состоит из трех поселений, имела достаточное количество еды. Еда – это, пожалуй, самое вообще главное, то, на что вы должны смотреть при постройках. У вас всегда должно быть достаточно еды. Отсутствие еды в целом, здесь, вот здесь, влияет, так же, как и во Втором Риме, на небоевые потери. То есть это вообще просто жопа, нельзя такого допускать ни в коем случае. Но и здесь же, в каждой конкретной провинции, это очень сильно влияет на порядок. Ну и, естественно, это будет влиять на небоевые потери. Если у вас в целом еды мало, но вы находитесь армией там, где еды достаточно в провинции, то потерь не будет. А если находитесь там, где еды нет, то будут потери небоевые. В отличие от казны, если казна уходит в минус, то у нее потери будут везде. Ну, не суть. Поэтому вы смотрите, чтобы было достаточно еды. И если вам не хватает почему-то еды по какой-то причине, вы ставите рыбацкую верфь в портовом городу. Это очень сильно помогает, потому что самая главная постройка, которая, кстати, очень много именно денег дает, потому что практически всегда основную часть денег это именно город дает, она очень много жрет. Особенно вот я даже сносил вот эту четвертую, четвертого уровня постройка, она жрет аж 120, пришлось. Ну и постройка, которую я говорил, из ветки городских общественных земель, вот медовый зал, да, она тоже очень много еды ест. Поэтому, да, нужно следить за едой. Аж видите, коптильный здесь четвертого уровня стоит, 90 запасов пищи. Вот. И если у вас здесь вот в малых городах достаточно построенной еды, тут же еще у нас скудное поселение, а уже 453 года, это уже 2 было похолодания, поэтому очень снизилось, да, климат снизился. Если вы не славяне и у вас нету правильных построек на увеличение этого самого плодородия, то у вас будут с этим проблемы. Можно тогда вообще в этих портовых городах везде рыбацкие верфи сделать, как здесь собственные есть. Можно еще здесь повысить отжимы жилища вождя, о чем я говорил тоже, да, то, что можно дублировать от жилища вождя и строить агентов-воителей именно здесь. Вот. Ну вот с аглидатами так не получится. То есть если вам нужна хотя бы одна постройка во всей вашей империи, в принципе, нужна какая-нибудь из этой ветки. То есть вот хотя бы одни рыночные лотки от второго уровня, чтобы строить с аглидатов. Не обязательно это в каждом городе ставить, это совсем не обязательно. Ну, такие себе постройки, они как будто бы деньги как бы дают, да, но на самом деле они только, сука, ячейки занимают, потому что вы можете деньги получать от культуры вот от таверны. Нет никакого смысла ставить вот этих вот торговцев, там, каких-то работорговцев или так далее. Торговцы янтарем стоит строить только если у вас самоцвет есть. Если у вас нету, то, соответственно, вы и не сможете поставить. Хотя, вот смотрите, ну, торговец с агентарем сколько дает? 1500 от торговли. А сколько дает таверны? Тысячу. Ну, как бы 500 рублей, казалось бы, много, но зато здесь сколько порядка. А порядок, если вы не знаете, это во Втором Риме тоже работает. Видите, когда население воодушевлено, у вас налоговая ставка растет. То есть быстро поднять порядок в начале кампании до сутки, это очень важно. У вас сразу же вырастает налоговая ставка и налоговое поступление, соответственно. Поэтому я не знаю, я стараюсь все-таки быстро поднимать порядок, это очень важно. То есть вопрос, что строить? Лучше строить здание, которое вам дает и деньги, и порядок, и всякие разные штрафы снижает именно тоже на порядок, которые влияют. На кое вот это вот ставить? Не знаю. Только если, как бы, уже строить больше нечего, а ячейки свободные есть, тогда да. Вот. С этим, я думаю, понятно. Также вот эти вот сталиплавильни я здесь ставил зачем? Для того, чтобы усилить свою армию. Если у меня, у вандалов, не очень сильная конница. Я, кстати, здесь нанял наемных оландских всадников, да. Нет, у меня где-то здесь... Вот, видите, какая конина. В принципе, для такой армии, наверное, не сильно важно ставить сталиплавильни. Но если есть возможность, то почему бы и нет? Особенно, когда это в малом поселении. У меня здесь, правда, не в малом, но не важно. То доспехи, оружие, это на самом деле для коней это очень важно. У них так дохренили арт здоровья. Сколько у них здесь здоровья? 247. Жесть просто. Вот. А если им еще и брони добавить, и оружие, то эта армия просто разносит все на свете. Вот такие армии мастхэв, конечно. Просто с одним анаграмм. Правда, не с наемником. Также я рекомендую где-нибудь одно поселение выбрать, там где-нибудь поставить из мастерской ремесленника, поставить дом резчика по дереву. И все. Дальше, в принципе, развивать это все не надо, потому что эта дрянь жрет очень много загрязнения, очень много общественного порядка. Оно нафиг не надо. Просто вот дом резчика по дереву и норм. Вам этого вполне хватит, чтобы делать анагры. Одной такой постройки на фронте, ну как это, ну короче, на передовых городах к врагу. Вот где-нибудь, если вот здесь вот вы поставите, оно нафиг не надо, потому что вы отсюда, ну, из этой провинции, даже из какой-то самый близкий, да Демиди, наверное, как раз самый близкий к фронту город, даже отсюда вы хрен дотащите этот анагр. А вот где-нибудь поставить его в свежезахваченном поселении, там, или, ну, в вашем поселении, там, если вы прямо сейчас нападать не собираетесь, где-нибудь, Тингис, например, да, было бы неплохо. Правда, в Тингисе лагерь лесорубов, что для торговли важно, да, то есть это уникальная постройка, которая дает вам древесину, древесиной можно торговать. Поэтому, как бы, ну, не хочется, но в принципе, в принципе, можно было бы. То есть по торговле я не думаю, что мы слишком много получаем денежков. Сколько здесь вот мы получаем? Какую-то фигню, если честно, вот. Что-то 50, 50, ну, короче, непонятно на самом деле, сколько конкретно за древесину, но какие-то копейки. Вот 1795 с гритунгами я в целом торгую, да. Ценность 5, экспорт 5, то есть мы 5 на 28 умножаем за алмазики, а здесь 5 на 5, 25, да. Ну, и получается вот 25 здесь, 50 здесь, 50 здесь, это сколько, 125. Ну, короче, вот это все складываете, это сколько вы получаете с этой самой древесины. Если вы уничтожите эту штуку, ну, потеряете, как бы, зато продвинетесь немного дальше. Да, и второе, после еды, ну, после армия на первом месте, второе, это еда, конечно, хотя лучше это все дело объединять, потому что если у вас мало еды, то с армией будут проблемы. Но я имею в виду в плане стратегии, то есть вы стратегически должны придумать, какой армией вы будете воевать, где у вас будут стоять военные постройки, как вы будете эту армию подтаскивать на линию фронта, это первое, что вы должны продумать. Но параллельно, не после, а параллельно вы должны следить за тем, чтобы у вас всегда хватало еды. Если вы профукаете этот момент с едой, то есть я не могу сказать, что важнее, стратегически важнее армия все равно, но если у вас еды не хватает, то у вас ничего не получится стратегически, поэтому, ну, в принципе, что-то получится все равно, вы можете захватить, но если у вас не будет армии, у вас точно ничего не получится. А с едой еще может что-то прокатить, без еды еще что-то может прокатить. Так вот, второе, это нужно обязательно следить за едой. Построек, которые для еды, в принципе, их не так много. Это, понятное дело, это поля. Давай посмотрим какие-нибудь поля. Вот смотрите, я сейчас выбираю просто правой кнопкой на ячейку и смотрим, какие бывают поля. Здесь, в принципе, все просто. Здесь есть какие-то культуры выращиваемые, то есть какие-нибудь там злаки, да. Есть пастбище там, где кони, коровы, там всякая такая дрянь. Как правило, эти постройки у варваров, например, они еще дают юниты и всякие бонусы к коневодству там и так далее. И есть козы всякие разные. Помимо вот этих вот бонусов к коневодству, отличается самое главное эти все юниты, это количеством еды, которую они дают. Не просто так, что эти дают столько, эти дают столько, эти дают столько, но еще есть показатели еды, которые зависит от плодородия. И показатель денег. Они еще и деньги дают, кстати, все эти штуковины. Все это вы можете почитать слева, объяснять это все. Я не знаю, имеет смысл, не имеет смысл, но вы имейте в виду, что плодородие у нас дважды в игре снижается. В 425 году, в 450. А, нет, подождите, три раза, три раза. В 400, в 425, в 450 снижается трижды плодородие. И поэтому показатель, который второй, вот видите, например, поля дают пище плюс 20, дополнительное плюс 14 за каждый уровень плодородия. Все это дело три раза снизится, блин. Если вы, конечно, не хромокши не поставите, если вы не славянин какой-нибудь, если вы не за славян играете, там можно это туловие плодородия. А, ну еще вот здесь вот в Аравия Феликс есть плотина, которая повышает уровень плодородия в провинции. Но это уникальные как бы вещи. Вот, а в основном у большинства фракций уровень плодородия сильно влияет на это дело. То вам нужно тогда это дело учитывать и вовремя перестраивать на другие варианты этих хозяйства. То есть на те, которые дают еду в чистом виде. У мавритан всяких разных, у них есть верблюжатники, которые дают очень много еды вне зависимости от плодородия. Поэтому там с этим даже попроще будет. Вот, это раз что по еде. А второе, конечно же, рыбацкая верфь. И третье, это, конечно, уникальные ресурсы. Какие-нибудь, вот как я в прошлый раз показывал эти меха у саксов. А вот здесь, например, в Малаке, это вот в Испании, это Западо-Древская империя принадлежит городу на начало игры. Это винище, фруктовая плантация. Видите, тоже еда. И таких вот ресурсов, их по городу, по миру разбросано приличненько. Вот так вот я сделал фильтр. Видите, вот здесь вот вино, вот вино. Вот здесь есть оливки. Это тоже все еду дает. Соль еду дает. Хотя странно ее жрать. И, короче, здесь не все видно просто. А так вот еще оливки. Так вот много по всему миру от разбросано. Уникальные вот эти вот постройки, которые, в принципе, для всей провинции дают нехилой еды. Вот, например, Малак, она нехилой еды для всей провинции дает. И даже порядок еще дает. То есть вот эти уникальные постройки, их игнорировать не надо. То есть по поводу еды понятно. Это поля, это рыба, это уникальные постройки. А, еще по еде, вот дом работорговца бесполезно построен. По еде еще есть торговый склад. То есть вы, если, ну, у вас совсем все в городе плохо, там, может быть, по какой-то причине у вас там, ну, передовой фронт, у вас там военные постройки стоят. Или у вас там какие-то уникальные ресурсы, типа железо там или еще что-то, ну, которые еду не дают. Вы можете всегда закрыть дырочку торговым складом. Торговый склад, это вот по вот этой вот ветке, это еда. Ну, не часто эта штука нужна, наверное, но иногда бывает. Иногда бывает. Вот и Римлян, например, бывают. У Римлян там такие специфические построечки, не такие, как у варварских поселений, что иногда этот склад нужен. Все, наверное, по идее все. И дальше нужно следить за санитарией. Здесь вот, в отличие от Второго Рима, хотя во Втором Риме, по-моему, в Расколе Империи там тоже, ну, не по-моему, а точно, там тоже есть санитария. Она немножко по-другому, правда, работает. Здесь санитария тоже в каждом городе. Если вы не следите за санитарией, то у вас вспыхнет какая-нибудь болезнь. Болезнь – это вот здесь вот в эффектах провинции появится такая штуковина, типа там оспа. Бывает, ну, болезнь рандомная, бывает очень плохая, бывает полегче, там снижает порядок, снижает доход, там еще что-то, еще что-то. И плюс она еще распространяется. Поэтому следить за санитарией нужно. Особенно это, как бы, нужно делать, в принципе, в массовом таком понимании в Империи. Потому что если вы в каком-то одном городе получите какую-нибудь оспу, ну, хрен-то с ним. Она вылечится, там построите, что-то снесете – ок. А если у вас все это распространится на всю Империю, и вы получите кучу везде дебафов, это могут быть очень большие проблемы. То есть вплоть до того, что вы просто игру сольете из-за того, что у вас не будет хватать денег, не будет хватать порядка, не будет хватать ни хрена. Поэтому за санитарией нужно следить. Санитарные постройки, опять же, у варваров – это в большом городе, это городские запасы пищи. Вот это амбар, оно дает почему-то и еду, и санитарию. В маленьких городах, это вот, если нажать – это «Водоснабжение». Прикол водоснабжения в том, что он дает санитарию во все ячейки, то есть и туда, и туда, и сюда. Получается, что, в принципе, вот при развитии там уже… Ну, на начальном, может быть, и не надо там, на начальном уровне, видите, варварские города, они даже санитарию никакую не едят совсем. Даже второй уровень не ест санитарии, вообще селения. А вот дальше… А, и дальше тоже нет. Нет, только на четвертом уровне. Зато все остальные постройки, как там, верфи, там еще какие-то… Как это называется… Какие-то вот рынки, какие-то ремесла, они все дают загрязнение. Поэтому нужно за этим следить. Ну, естественно, там уникальные постройки типа фруктовая плантация, там какие-то, может быть, добыча железа, естественно. Поэтому за этим нужно следить и санитарию подстраивать. Вот. То есть, когда вы определились уже с пищей, санитарией, а перед этим вы определили свою стратегию по юнитам, дальше вы уже только-только теперь вы обращаете внимание на денежку. Хотя, конечно, в голове вы держите, да, что вот следить за денежкой можно и через таверну, через вот эти вот, через культуру. То есть, не обязательно вот сюда вот идти, в эти вот все рынки там и все остальное срань. Только после этого вы смотрите за денежку. Вот. Что еще где подстроить, чтобы было денежков побольше. Потому что, если у вас, например, там не хватает санитарии, если у вас не хватает еды, вы получаете дебафы, вы получаете снижение по процентам, и эту денежку вы как бы все равно теряете, в конце концов. Вот. Поэтому нет смысла ставить в ущерб еде, в ущерб санитарии, какие-то там денежные постройки, вы все равно на процентах это все потеряете. Так. Что еще важного можно сказать по поводу построек? Давайте я римлян загружу. Да. Еще есть пару моментов игровых механик, которых не все понимают. Это, кстати, во втором Риме и в Атиле, вам не всегда нужно сносить постройки от других цивилизаций. Вот я сейчас загрузил свой сейф за римлян, это без поражений. Моя игра. Кто не смотрел, кстати, рекомендую. По статистике у меня ни одного поражения за западно-римскую империю. Видите, прохождение просто must-have. Вот у меня пастбище верблюдов. Видите, треугольничек здесь написано. Это здание недоступно вашей фракцией, оно не только не принесет пользу, оно может причинить вред, перестроить ее в здание, подходящее для вашей фракции. И вот эти вот магические слова на всех, ну не на всех, но многих воздействуют просто как удав на мартышек. То есть они, ааа, надо сразу сносить. Не надо. Оно вполне себе работает. Смотрите, пастбище верблюдов, я на него навел. Справа, справа вот сюда, вот смотрите. Ой, слева, блин, лево, сено, солома твою мать. Слева пастбище верблюдов, животноводство 130, богатство 825. Оно так и есть. У вас в Ассаристане именно так все это и работает. То есть приносит все это вам еду. Отличная постройка. Сносить его ни в коем случае не надо. Здесь конюшня. Она тоже, как ни странно, дает пищу. Дает вам еще и коневодство. Плюс 10 отрядов для новых конных воинов. У меня здесь есть армия. Здесь армии нету. Я могу собрать армию? Не, не могу. У меня 14 из 14. Ну не суть. Короче говоря, просто имейте в виду, что постройки с этими треугольничками не всегда надо сносить. Надо всегда смотреть, что там написано. Есть, конечно, постройки, которые просто пользы не приносят. И все. Вот вы смотрите налево, а там все пусто. Такое бывает. Например, вот смотрите. Город. Он с треугольничком. Видите, какой гарнизон маленький? Два комитарских региона. Если я перестрою это тело вот сюда, в муниципи, то гарнизон сразу, смотрите, какой большой. Поэтому вот в этом смысле перестраивать стоит. Особенно, если вы собираетесь потом повышать уровень до Урбса, например. Да. А в любом другом случае это нафиг не надо. Просто я сейчас не перестраиваю, потому что у меня из-за врагов нету. Мне это зачем? Как бы. Ну и вообще компания закончилась. Так бы, наверное, перестроилось, если бы это было какое-нибудь близкое к прыгу поселение. Кстати, перестройка вообще довольно быстрая. У варваров это просто десятки ходов. А здесь нормально. Вот. Еще что я хотел сказать по поводу построек. Это вот религиозные постройки. Когда вы меняете религию, у вас меняется ветка религиозных постройок полностью. Упарываться в религиозные постройки я не рекомендую. Вы, конечно, смотрите, вот, например, медиа Антропотена. Вы, конечно, смотрите вот этот показатель. Если у вас очень маленький показатель вашей религии, то да, можно, конечно, построить. Но лучше это сделать каким образом? Лучше быстренько поставить второй уровень церкви. Это касается любой фракции, не только римской, но вообще любой фракции. В главном поселении второй уровень церкви позволяет строить жрецов, агентов. А если это малое поселение, то только с четвертого уровня. Что, короче, иногда даже по технологиям невозможно сделать. Жрецов позволяет строить. Так вот, вы лучше построите быстренько второго уровня латинскую церковь. Любую церковь, не только латинскую. Святилище какого-нибудь второго уровня. Быстренько наймите жрецов, а потом нафиг снесите и поставьте что-нибудь полезное. Потому что реально занимать ячейку ради вот этих несчастных плюс два, плюс четыре к порядку, это ни о чем. Лучше таверну какую-нибудь бахнуть или еще чего-нибудь. Например, у римлян в управлении здесь стоит дом губернатора, особня губернатора 13 порядка. То есть это вот все. Это идет из Капитолия. Здесь у римлян, кстати говоря, небольшое отличие. Варваров, конечно, гораздо больше в игре, но у римлян есть центр города и отдельно управление. То есть вообще, в принципе, по цвету это желтенькое и то, и то. То есть это городские общественные земли у варваров, у римлян это две ячейки – центр города и управления. Можете по цвету, кстати, ориентироваться. Вот водоснабжение и санитария, и городские запасы пищи у варваров, они все голубеньким подсвечены. То есть там то, что санитарию дает. А у римлян это вот это и вот это. Отдельные ветки. Так вот здесь от форума у вас идут три ветки. Тоже центральная скриптория. Это зачеркнуто, потому что у римлян там технологии некоторые устаревают. Вот эта штуковина – это, в принципе, то же самое, что у варваров шло по рынкам, по всяким. Вот тот самый продуктовый рынок, который еду дает, который можно иногда закрыть дырку, если у вас еды не хватает. Опять же, это невольничий рынок, там была эта работорговля. Ну и винрынок, там это был и янтарный какой-то там, торговец янтарем. Здесь это вот скрипторий, то что у варваров был зал старейшин. То есть тоже библиотеки всякие разные. Да, у римлян только обратите внимание, там нужно еще стратегию выстраивать так, чтобы вы слишком рано не закрыли вот эти техи все. У римлян такая вот фигня. Вот. Ну и получается, что вот эта ветка, она очень похожа. И здесь у вас дальше идут вот порядок. Амфитеатр – это чисто порядок. И опять же, смотрите, дает богатство от культуры, но еще дает римское язычество, религиозное влияние. Это помимо религии. Учитывая, что у римлян религия латинская, вот, то это не всегда хорошо. То есть вы получаете самые классные здания на порядок, вы строите и получаете другую религию. Но вы можете, конечно, просто тупо перейти в римское язычество. Хотя я не рекомендую. Божественный триумф вы не получите, если вы перейдете на римское язычество. Но если вы хотите малую победу, то, в принципе, можно. Единственное, что вы все равно скоро этого не сделаете. Поэтому такая замануха интересная. Амфитеатры полезны. Правда, они классные. И если вы поставите латинского жреца, он все это дело нивелирует. Эти амфитеатры. Ну и обычный театр, который тоже дает римское язычество. Зачем его строить? Сложно сказать. Может быть, только потому, что он меньше пищи жрет и больше денег дает. Вот. То есть тут выбор такой за вами уже. Они, в принципе, равнозначны, конечно. Но я выбрал бы больше порядка. Потому что очень часто порядок за бабки не купишь. А деньги можно и в набегах получить, там каких-то и так далее, и так далее. По поводу производства. Здесь, конечно, они разделили. Видите, производство римлян не дает никаких юнитов вообще. Поэтому я считаю, что у юнитов эти мастерские – это одно из самых вообще бесполезных построек. Все деньги у римлян можно получать от культуры. Красные – это всегда наем войск. Военные улучшения – это отдельно. У римлян это разделено, опять же, в отличие от варваров. У варваров все это вместе объединено, а у римлян это разделено. Это отдельные улучшения, типа брони, стрел, там каких-то... Что тут еще? Прочность корпуса и ковка оружия. Да, у них даже оружие и доспехи разделены. Поэтому это дело я строил, по-моему, где-то здесь отдельно, в провинции, где у меня железо есть. Вот, в Актадуре, где-то здесь я, по-моему, военные постройки всякие делал. Видите, здесь доспехи, здесь оружие. Опыт для всех новых отрядов я отдельно поставил. Видите, у меня полностью военная построек, военная такая провинция. А в Актадуре у меня стоит литейная, которая дает мне стоимость найма, уменьшает. И численность сухопутных войск плюс один – это означает, что я могу на один юнит больше заход делать. Можно, конечно, было бы еще большую литейную бахнут, но это уже очень много загрязнения. Я просто столько не тяну, да, я так понимаю. Здесь загрязнения 4, здесь 6. Хотя, в принципе, можно было, но, наверное, 8 ходов я посчитал, что мне там нафиг не надо, мне и так хватает. Вот. Ну и вот здесь, да, куча-куча военных построек. Чуть-чуть есть на еду, чтобы мне хватало. И, видите, всего лишь второго уровня муниципи, потому что, если я буду бездумно увеличивать город, то у меня тогда просто тупо не хватит еды. Видите, разница в 40, блин, еды. Клака, да, очень мощная постройка по санитарии, которую, видите, я вовремя все это дело поставил. Я так рассчитал, чтобы у меня постройка построилась раньше, чем я вот эту технологию изобрету, и у меня просто исчезнет возможность ставить такие постройки. Поэтому я все это дело рассчитал и заранее все это дело построил. Клака дает плюс 6 санитарий во всех регионах, плюс 12 конкретно в столичном регионе. Очень полезное здание. Еще и роста добавляет. Правда, не знаю, этот рост повлиял на что-то или нет к четвертому того уровню. Но так или иначе, вы вот эту Клаку, в принципе, можете за Ривен строить прямо вот с самого начала. Не нужно никаких дополнительных технологий, просто нужен дохренилиард денег и времени. Понимаете, да? Поэтому желательно сразу понять, где вы хотите именно поставить такие вот штуковины. Желательно, конечно, везде, но по факту не везде это получается, потому что империя очень большая и денег дохрена надо. Что у меня здесь есть? Вот здесь я только до Акведука, видите, достроился. То есть вот аж до сюда. Почему до Акведука? Потому что санитария плюс 12 во всех регионах. То есть я везде поднял. В первую очередь здесь, где мне нужно было... Зачем я здесь половину железа поставил? Без понятия, если честно. Как-то я упустил этот момент. Или я здесь хотел что-то нанимать? Может быть, не успел снести просто. А, мне, в принципе, нужно было железо, наверное, для чего-то. Странно. Ну, неважно, я не буду в это вникать. А также, опять же, посмотрите, очень похоже. Вот это на порядок здания, это опять же на порядок, потому что порядок очень важен. Здесь таберны всего лишь второго уровня, чтобы делать Агледатаев. Акведук. Ну, и еда у меня находится здесь и здесь. Здесь алтинский алтарь я немножечко бахнул, чтобы нивелировать римское язычество, которое амфитеатр дает. Поэтому именно в таком порядке я и шел. Я определялся, где я буду наниматься. Правда, за римлян тут такое дело, что у вас, в принципе, возможность нанимать нормальных копейщиков есть чисто от главного здания. Вот этих, как они называются, старшие корнуты, да. И поэтому мне очень долго вообще не нужны были никакие военные постройки от римлян. Я их начал делать там в достаточно позднем периоде. Вот. А так я обходился именно своими копейщиками, которых я мог в любом месте и так нанимать, и наемниками. То есть за римлян я играл во многом через наемников и своих дохлых копейщиков. И только под конец я уже начал нанимать что-то такое серьезное. В итоге у меня получилось, что все равно у меня шесть этих корнутов, которых я могу нанимать везде. Видите, прокаченные до конца броня оружие. Геркуляны, это вот уже из казарм. Ну и аравинских баллистиариев я их нанимал в салоне, где я тоже специально поставил мастерскую осадных машин, которые дают изготовление стрел. Видите, плюс 15 для всех. И так, что еще тут? Военный порт, да, потому что опять же эта штука еще и прочь из корпуса дает. И где-то у меня здесь, вот, комплекс застрельщиков, да. Аравинские элитные баллистиарии, да. То есть, вот, именно конкретно Далмация у меня устроила равинских элитных баллистиариев. Есть несколько битв в моем прохождении, там, где я сносил это все. Видите, за римлян я играл в основном через пехотную армию, потому что у римлян реально своя конница очень голимая. Ну, просто говно. Вот, откровенно. То есть, урон в ближнем бою 36, это по сравнению с фарварскими конями ни о чем. А гентильская схола, урон в ближнем бою 11 и усиление настика 237, это, конечно, классно. Но это не та конница, которую я бы хотел использовать в массовом порядке при здоровье 202, там, на 50 на 60 меньше, да, чем у варваров. Второго уровня всего конина. Ну, это говно даже по сравнению с аландскими конными войнами первого уровня. То есть, ни о чем. Поэтому я играл через, конечно, пехоту. А через пехоту уж главное что? Это главное встать хорошенько в неподвижную черепаху и расстрелять всех нахрен стрелками. То есть, вторая рулищая в Атиле линейка войск, это стрелки правильные. А правильные стрелки это у нас баллистиарии. Потому что они сносят вообще все. На начальном этапе игры, конечно, и прачников хватит. Но потом, когда все бронированные идут, это баллистиарии, баллистиарии, баллистиарии и только баллистиарии. Ну, еще у сосанидов есть там правильная конница, опять же, с арбалетами. Поэтому я, конечно, мог бы очень долго рассказывать про все-все-все на свете фракции, что там надо строить и так далее, и так далее. Еще бы я упомянул... Кстати, надо, да. Еще же надо рассказать про Орду. Вот, например, на примере белых гунов. У них очень неплохая конина. В принципе, как мы понимаем, конина в игре рулит. Но, что касаемо имен всяких гунов и всяких там кочевников, которые вот азиаты, у них, естественно, самые классные войска – это всякие разные конилуки. То есть для того, чтобы строиться за Орду, нужно встать сначала в режим Орды, перейти вот сюда в постройки, здесь смотреть. Опять же, опять же, я рекомендую воспользоваться нашим волшебным сайтом, посмотреть фракции. Так, Атила, фракции. Да, господи, что ты меня морозишь? И где наши гуны, 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 гуны? Это, кстати, у Таланов можно посмотреть еще. Вот они, белые гуны. Листаем до самой классной конницы. Кстати, штурмовая конница здесь тоже очень неплохая, серьезно. То есть можно через штурмовую конницу играть, но выгоднее все-таки через стрелковую конницу. Любые стрелки хороши, но самые лучшие стрелки, я просто знаю, которые здесь есть, вот лучники спетхиона. Чем они прям так хороши? Тем, что они могут еще сражаться, помимо как в конном, конилучном, ну короче, помимо лука, они еще в ближнем бою, смотрите, 54, броня 75. Ближний бой 54, урон в ближнем бою 32, это немного, но в принципе вместе с таким ближним боем и с броней это охренеть как. Это просто охренеть. У них парфянская стрельба, у них стрельба в движении, они неутомимые. То есть этот юнит, он мало того, что может расстрелять всех нахрен, он потом еще и добьет так, что мало не покажется. Не каждая конница штурмовая так умеет сражаться. Поэтому смотрите просто какой самый лучший юнит и идете туда. Что нам нужно? Лагерь воинов, смотрим. Лагерь воинов, первый уровень, ну и все дальнейшее. Либо плац пикинеров, либо стоянка пехоты внезапно, это лучники спетхиона. Вообще пиндык просто, а не юнит. Так, давай смотреть, где у нас это есть. Юрты воинов, пока не вижу. Вот они, они уже вот здесь появляются. Смотрите, лагерь воинов, это второго уровня постройка. И это нужна только одна технология. Вот сюда, вот, все. Вот вы просто изучаете вот это, и вам нахрен больше, в принципе, по военной части ничего не надо. То есть можно изучить вот это вот, наверное, и все. То есть вот какие-то там, ну, боезапас еще можно изучить. Кстати, боезапас всегда полезная штука, согласен, да. Что здесь? Перемещение можно, то есть для того, чтобы изучить 10%, стоит ли вот это все, стоимость содержания минус 5% для всех войск? Ну ладно, окей, можно ради этого сюда пойти. Пополнение, опыт новых отрядов, стыков метателей. Ну ладно. Вот это странная вещь. Хотя, нет, скорость перемещения в бою плюс 5% для лучников тяжелых, это тоже, в принципе, важно. То есть можно, наверное, это все изучить. Смотрим дальше. Усиление натиска, ну, спорно для коня луков. Урон от выстрелов, атака. Ну, это хорошая штука, да, согласен. То есть можно отсюда вот так тынется. Здесь стоимость найма конницы полезна, но не так, чтобы сильно. Боезапас полезна. Это говно. Вот это вообще не надо, на самом деле. То есть вот, хотя за 10 тысяч это один ход всего, да, можно и сделать. И это дальность перемещения неплохо, неплохо. Ладно, не суть. Давай посмотрим, что здесь есть. Производство, земледелие, торговля, рост орды, богатство, культурные постройки, тут еще все хуже. Короче, наверное, все-таки по военным веткам лучше идти. Да, серьезно. Лучше по военным веткам идти и не париться. Что у нас дает фракция? Сводка. Бич божий, боевой дух, минус. Так, доходы разорения, сплоченность, небои потери. Да, короче говоря, наверное, здесь все-таки по военным технологиям лучше идти. Хотя, с другой стороны, ну, вот реально тут, наверное, кроме этой технологии, все остальное на вкус и цвет. Вот, и здесь вы дальше смотрите уже, что вам надо. Для того, чтобы новую орду сделать, вам нужен прирост. Поэтому рост орды – это, на самом деле, очень важная тема. У нас здесь для роста орды что есть? Вот, гражданская власть номер один. Вот это, что ходит, систематический грабеж дает рост орды. И чисто по технологиям больше ничего нет. Надо дальше смотреть по строительству. То есть вы смотрите вот здесь, сколько у вас еды в арте, смотрите, какой у вас рост идет, и вы смотрите на сплоченность. В Атиле есть такая фишка, что сплоченность вы можете поднимать бесконечным ограблением города. Поэтому вот эта штуковина, она такая условная. Вы, конечно, можете себе усложнить жизнь и не пользоваться этим. Вот. И только за счет построек выходить. Царская стоянка – такая себе штука, потому что она снижает сплоченность, она увеличивает сильно потребление. Она, конечно, увеличивает рост орды, но я даже, честно говоря, не очень уверен, что это хорошая идея. Потому что с ростом орды, конечно, будете больше построек ставить и все такое. Но вы этим воспользуетесь там пару раз всего для того, чтобы прям нужные какие-то постройки поставить. А страдать будете от того, что у вас снижена налоговая ставка и сплоченность будете все время. Поэтому я бы, наверное, сильно не наседал на главную постройку именно в Орде. С едой все понятно. То есть надо следить, чтобы она не падала, и все в конкретной Орде. По военным постройкам вам одна постройка нужна. И дальше смотрите... О, тут, кстати, видите, есть такая штука, как коптильная. Пища и рост еще увеличивают. Еще и богатство жидкостических построек. Ну, это капец. То есть увеличиваете коптильню по максимуму. Строите вот эти вот все постройки, чтобы было еды. То есть здесь повышаете сплоченность, здесь повышаете еду. Ставите одну единственную постройку. Вот эту вот лагерь воинов. И вперед. И, в принципе, у гунов, у обычных, у них тоже там есть построек. У них есть там, по-моему, юнит один, которого вам хватит, наверное, на всю игру, если честно. Там второго уровня. Второго уровня... По-моему, вот эти степные конные лучники. Вам их просто за глаза будет, на всю игру. Какая-то теха там нужна. Одна единственная. А, не, нифига. Это очень далеко, на самом деле. Надо что-то поближе. А, вот конные лучники гунов. О чем я говорю? Конные лучники гунов. Вот. То есть вот эта теха. Она довольно быстро, кстати, качается. То есть вы первую ветку прокачиваете. Вот это... Ну, это быстрая технология там за 2500. И вот эту вот за 10000 потом делаете. И все. И, в принципе, вам, наверное, за обычных гунов тоже на всю игру этого хватит. Он не такой крутой, конечно, как лучники спидхиона. Но зато он достаточно дешевый и все такое. Так что по поводу построек. На самом деле, есть ничего сложного. Здесь много есть построек, которые, наверное, вам никогда не понадобятся. Вы, главное, приоритеты свои знаете. Да, что первое, это выбрать юнит, которым вы будете играть. В основном, который будет у вас как бы рабочей лошадкой. То, что вы там какой-то баланс хотите в армии. Вы можете добить либо более дешевыми юнитами, либо вообще наемниками. Дальше вы смотрите в чем-то параллельно на еду. Как это в Орде, так и в постройках обычных оседлых фракций. Потом вы смотрите в обычных оседлых фракциях на санитарию. Здесь вы смотрите на сплоченность. Сплоченность можно повышать за счет битв, поэтому с этим попроще. Ну и только потом вы смотрите на деньги, только после этого. Потому что игра про войну. Деньги здесь можно добывать сражениями. И я считаю, что это самый правильный путь. Это деньги добывать с грабежом и сражениями за любую фракцию. Наверняка я что-то упустил. Я, в принципе, могу это что-то рассказать в следующих выпусках своих тонкостях по игре Атила. Надеюсь, что много любителей Рима 2 наконец-то начнут играть. Ну и в дальнейшем я, наверное, расскажу про некоторые тонкости внутренней политики. И может быть что-то еще, о чем вы хотите узнать, спросите меня в комментариях. Я рассмотрю все ваши вопросы и сделаю какой-нибудь отдельный ролик. Всем пока. Это был Кот, лайк, подписка, все дела.